Понимаете, я выходил на него спрашивать так, чтобы, задавая вопросы, он не боялся мне отвечать, а я не боялся спрашивать, понимаете, потому что, кстати, самая большая беда вопросов президента, что вопросы пугливые, а некоторые вопросы, которые после того, с гарантией, с гарантией, что мне за это ничего не будет, и ему тоже. Сергей Николаевич? Да. А я боязливый, я и на этот вопрос ответить не могу. Нет у меня к президенту вопросов. Ну, один вопрос, конечно, вообще. Где многое из того, что было, куда оно расползлось? Где образование, где кинотеатры, где библиотеки, где учебники и так далее, и так далее. Но это вопрос не к нему, это так, мелочи. Вопросы скорее к стройке. Вопросов нет. Да, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что вы же понимаете, что ни в одной стране мира президент лично ничего не решает. Решает команда. Вопросы команде задавать бесполезно, потому что они стоят там, и мы их не видим. Говорить в пустоту нет смысла. Задать вопрос доколе, сколько можно, наверное, все равно ответа не получу. Потому что Сергей правильно сказал, и он связан, и мы связаны. И я не уверен, кто из нас более не свободен. Мы или Владимир Владимирович Путин. Поэтому мне кажется, что в определенной степени это пресс-конференция. Фарс? На продажу? На продажу? Нет, на продажу как раз его по чесноку. И если уж у нас кино и литература, помните фильм Анджиа Вайде? Все на продажу. Вот вам мой ответ. В общем, как-то я пропустился, полдня было свободного, а я забыл об этом. А там и девочка из Гатчина сообщат куда следует. Сергей, вы знаете, что девочка из Гатчина задала вопрос. Да, задала личный вопрос. Личный вопрос. Лично и попросила показать свою вторую половину. Да. Поэтому мы то все прощаем. Вот такие в Гатчине у вас девочки растут. Да, это последний фестиваль в Гатчине. Не волнуйтесь. Девочку уже нашли, но ее тоже место. Она, наверное, признательнее показать. А за всеми, про кого вы говорили, приехали к прокуратуре. Да, человек, который в прошлом году задавал вопрос Путину, на всякий случай сегодня арестовать. Вышло зло. Серьезно. Серьезно. То есть вы Владимир Владимирович. Давайте на всякий случай. Леонид при фестивале. Он в прошлом году задал вопрос. Кто хотел демонстрации. Прямо линия его арестовать. Коллеги. Кто говорил, что у нас тишина. Давайте вернемся к фестивалю. Мне бы хотелось завершить нашу пресс-конференцию. На маху. На маху. И попросить всех участников нашей пресс-конференции пожелать что-нибудь 22-му российскому фестивалю литературе кино, который, как нам посчастливилось, мы сегодня открываем. Пожалуйста, если можно, вот каждый, буквально по два слова, что бы вы пожелали 22-му российскому фестивалю литературе кино. Может быть тогда с... Ну, кто хочет начинать, может быть тогда с Ольги Андреевны. Порядок. Я бы пожелала, чтобы фестиваль с каждым годом набирал силу и ни в коей мере не терял ее. И главное, чтобы случилось какое-нибудь открытие на этом фестивале. Я бы желал, чтобы фестивалю было что показывать. А то иногда ощущение, что фестивалей много, а кино хорошее. Мало. Очень. Совсем. Я бы пожелал этому фестивалю, чтобы наконец-то появилось большие, настоящие, большие произведения, так называемого большого стиля. И тогда, может быть, появятся еще и значительные фильмы. Я бы очень хотела, чтобы на фестивале был фильм, который бы увидели как можно больше зрителей. Чтобы не остался фильм о фестивале, а стал фильм страны. Я 22-го фестиваля желаю 23-го фестиваля. Если всего сказанного, спасибо огромное, что все-таки все это желают. Но я хочу сказать, что смотрите, 22-й кинофестиваль еще в этом году 220 лет в городе Гачи. Я присоединяюсь практически ко всем пожеланиям. Да, действительно. Хочется, чтобы здесь было кино, хорошее кино, и чтобы были открытия. Я, наверное, желаю, чтобы эта неделя прошла спокойно, и чтобы переживания нас, мужчины, и администрации, и дирекции фестиваля затрагивали только по поводу тех фильмов, которые мы посмотрели. И чтобы только эти какие-то трудные моменты мы увидели только на экране. Спасибо большое. Давайте тогда скажем, что наш фестиваль открыт. Ура. В 17.30 у нас начинается открытие выставок. В 18 часов торжественная церемония открытия. Я всех поздравляю с открытием, с нашим праздником сегодняшним. Спасибо большое. Наслаждайтесь кино и репортами. Спасибо.